Ну хорошо, у них есть мушь. А мушь они из кого делают? Из мучеников. Ну вот, мученицы. Ну да. Великая мученица. Ну да. Отказы терпают. Ну да. Так что это слово означает? Великая мученица. Блин. Великая мученица. Да. И сейчас так ясно. Скажи еще. Великая мученица. Получается Великая мученица. Понятно. И дальше мученица. А скажи еще эту букву, как произносится? Какую? Ец. 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 Вот так вот. Проти внутри. Ец. 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 Да, ец. Это с шапочкой. Ец. Ец. Нет. Вот как раз не вот так. Ец. 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 Так вот это нос заложенный. Ну да. Самый заложенный нос сюда. Заложенный нос. И звучит. Ец. 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 Стояла. 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 Одыни. 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 Что одыни делал? Бою. Боя. 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 Был. 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 Посерсия. Акия. Се. Але. Але. Аль? Аль? Аль ай? Ай ра то ай? Аль ай? Продолжение следует... Кстати, в Китае настолько сохранились осколки Аум-Ар-Аси, что встречаются имена, допустим, как Юй, так даже часть императоров звали. И вот сами названия буквиц в китайском языке, в именах императоров, названиях городов, там куча их, что тоже можно будет потом написать статью и описать, что да, она сохранились. А от кого произошло, что в Тимиро? Ой, метродаты, не мучайте меня. Мы сегодня вспоминали, думали по поводу. Кондрашки мои, привет, так сказать. Желтые, красные и чернобожичи. Получается, чернобожичи понятно, красных не трогаем, с желтыми пока разберемся. Итак, жили арывачи. Кроме арывачи жили еще азиаты. Откуда они взялись? Азиаты не монголоиды, азиаты другие. Азиаты, они считались подземными людьми. Откуда они взялись? Арывачи как единая раса. Жили себе, создали их, все хорошо. Создали. Не важно. В общем, жили арывачи, жили пидземари. Ну, азиатские пидземари, которые фактически... Под землей. Ну, они там уже жили не под землей, но ладно. В общем, упали туда какие-то зверопотамы, инопланетяновичи. Типа, этих наших? Нет, совсем не наших. Не наших. Ну, совсем не наших, но тех, которых мы не знаем. Ну, какие-то вообще странные они были. Возможно, даже драконы или что-то такое. Ага. Молодцы поклоняются. Я не знаю, я не буду там ковыряться. Ну, так, в общем. Допустим, в летописях рахманской традиции есть данные о том, что там разбилось. Короче, вот то, что разбилось, облучило арывачей. У азиатов, у всех есть то, что возникает, допустим, у детей в Байконуре при сильном облучении. То есть, часть биологических признаков азиата возникает у кого хочешь при радиоактивном облучении. Вот любого возьмем, там, португальца. И в него по тебе будут дети такие. Да, или там возьмем негроида. Хорошо его облучить, так, чтобы не помер. Но, чтобы и дети будут уже. И будут дети же такие, желтого раса. Ну, еще не совсем. Ну, мальчик. И вот, получается так. Получается смесь подзимарьев, арывачей местных, которые также уже неизвестно с кем были смешаны, под сильным радиоактивным воздействием с теми, что вышли из корабля. А что там такое вышло, я даже не возьмусь гадать. Ну, что-то интересное. Не получилось же тоже. Не-не-не. Не, еще не. Конечно, не. Когда-то, фактически в начале Можебожной войны, случилось разделение некое. Еще даже перед этим, это... Там, ряд был разделений. Короче говоря, с одной стороны были те, кто потом стали... Вот берем на стратическую общность языковую. Что это такое, понимаете? Прогубайте. Самое первое, да? Ну, ладно, в общем. Была общность народов, ствол которой потом стал как бы дальше индоевропейцами, дальше славянами, в конце концов. В общем, от них откололась часть. Эта часть, шумеры туда принадлежат. Первая волна населения Египта туда принадлежит. Семитские народы туда принадлежат. Ну, семитские, это уже смесь. Самое вот чистое, как бы, это шумеры, которые откололись. И часть пошла в Китай. Скрестились. С местным населением. Их уже было 21 раз хрещено. Не все так просто. Так. На юге случился потоп, Индонезия затонула. Индонезия когда-то была длинной такой штукой. Сейчас Индонезия ряд островов дробленных. Она была здоровой штукой от Индокитая до Австралии. Фактически, ну, это был один континент. Австралия была плотно присоединена к Евразии. А дальше еще там, где сейчас Филиппины, еще один такой хобот вниз торчал. И в тех местностях жило очень много деградировавших существ. Они сейчас называются синантропы в науке. Их первобытные там хобот. Да, и они пошли туда. Потом в Индии был потоп, и часть ушла в Тибет, а потом их с Тибета выгнали местные, и они пошли в Китай. Горючая смесь вообще. А потом еще случилось ряд перипетий. И часть вот этого субстрата смешалась с потомками тахарцев, туранцев, с некоторыми изгнанниками из Ирана, с некоторыми сибирскими славянами, с некоторыми скифами. И вот так возникли татары-монголы. Так он, видно, с татарами-монголами. Кто? Китайцы. Нет, я же говорю, мы сначала с китайцами разобрались. Причем под китайцами я беру часть народа Китая, плюс Корея, плюс Япония. Но с Японии еще интереснее. Там жили славяне, которые сейчас называются айны. Они были бородатые, очень сильно бородатые. Поскольку еще раньше, вот когда Индонезия тонула, часть австралоидной расы, которая там жила, часть наглухо ушла в Австралию, а часть поднялась вверх. Ну, часть и в Индии еще пошла, но небольшая часть. И в Индии до того уже столько своих было, что она не сильно. Те же синантропы, да? Нет, 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 австралоид, австралийская раса. А вот те, которые я понял, на Индонезии, на Индонезии и вокруг там жили и синантропы. И жили вообще обезьяны, которых сейчас грешники называют рамапитеки. Но это неправильно. Их лучше назвали хануманопитеки, поскольку это, собственно, вот те обезьяны, которых в качестве войска использовала даже там некоторые князья. И поэтому потом это даже Саагасту было приписано, что он их использовал в качестве войска. Спасибо.